Сейчас-то как-то это может и по делу, но бывает, да, это не скроет, бывает даже не по делу, ой, ну я развиваюсь, учусь. И вопрос для Иры. У вас есть комплексы по поводу собственной внешности? Вы красотка, кстати. Ой, вы знаете, уже по-моему нет. На самом деле, в детстве я очень комплексовала по поводу веснушек. Это была моя самая главная вообще проблема. Меня дразнили в школе, и я даже помню, что я пыталась, мне бабушка сказала, что она там где-то вычитала какой-то там рецепт, как можно вывести веснушки. И я лимона в себе тёрлое лицо и пыталась их вывести. Ну, и раньше я когда-то, мне не нравился мой нос, но сейчас я понимаю, наверное, в нём какая-то есть, есть какое-то моё обаяние. Вот, поэтому, да, поэтому уже ничего не хочу менять, потому что если что-то поменять, это уже буду не я. Веснушка, как можно было лимоном кирить себе лучше. Мы всегда нравились веснушки. Вопрос от Анюты. Ирочка, за тебя болею, ты самая лучшая, талантливая. Скажи, пожалуйста, ты сама решила идти на кастинг? Или кто-то подтолкнул? Спасибо большое за вопрос. Честно говоря, вообще не собиралась и я даже не знала. Меня потянул мой друг Женя Анишко из «Четырёх королей». Потянул меня на этот кастинг. Я пришла туда вообще неподготовленная. И он говорит, да пошли, да пошли. И, в общем, вот так вот я как бы, в принципе, прошла первый тур, а потом с каждым туром, когда уже проходишь, уже как-то начинаешь понимать, что отступать назад точно нельзя. Надо добиваться уже. Поэтому случайно пошла, но... Костя, а ваше желание было самостоятельно или кто-то подтолкнул? Я вообще не хотел принимать участие ни в кастингах, ни в шоу. Я считал, что это не мое, что я... Ну, как, я адекватно считал, что это не мое, потому что прибывалось три фактора. Наличие вокала, наличие актерского мастерства и наличие хореографии. Двомя я еще кое-как облагаю, наличие хореографии и актерского вокала. Я не сказал бы, что я блистал. Поэтому я не хотел идти, абсолютно. Я выступил в роли продюсера на кастинге. У Ани Сергеева, я ее тащил туда, я ее помогал мне по-многому. Ну, Аня меня уговорила пойти на кастинг, когда был добор мальчиков. Когда уже прошел первый тур кастинге, вот, мы вместе пошли на добор. Как-то вот тоже я не особо готовился тогда на доборе. Я просто приготовил, например, приготовил уже отработанный материал, который принято мне. Я показал, меня пригласили во второй тур, и вот на второй тур я подготовился хорошо. А так как, то есть, нежелание у меня было до кастинга. Когда я попал уже на кастинг, я работал профессионально, вот, подлитовкой в себе. Потому что если уже берешься за работу, то надо до конца работать. Шушанна. 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 Опять же, не знала, кому отрисован. У тебя большой творческий путь, видимо, Костя, может быть, и Кири. А что натолкнуло тебя его начать, этот путь? Какие были первые шаги? Я думаю, мы вместе ответим на этот вопрос, да, иди потом. Давай ты, а потом я. Костя. У меня небольшой творческий путь, если честно. Мне кажется, у меня это все только начинается, потому что я, я еще даже не закончил обучение в театральном институте. То есть, по сути, это, у меня только начало. Я стою сейчас на пороге начала своего творческого пути, а вот. Сейчас ответит Юра Назанцева. Отвечает Юра Назанцева. Отвечает Юра Назанцева. Я на самом деле иду к большой сцене с самого своего глубокого детства. У меня никогда не стояло вопроса по поводу того, кем я могу быть еще. Потому что меня как-то в детстве родители отдали в музыкальную школу, я не сопротивлялась. И оно как-то само собой пошло, что я ездила по конкурсам. Потом я приехала в Киев, поступила учиться в 14 лет. И как-то оно все само собой. Но у меня постоянно, ну, у меня, мне постоянно времени мало. Мне кажется, что я еще ничего не сделаю. Мне постоянно хочется делать... Боже, я столько много говорю? Мне постоянно хочется большего. Ну, наверное, это нормальные человеческие желания. Вот. И мне вечно кажется, что я могу чего-то не успеть. Поэтому, понятно, что я еще не достигла тех целей, которые у меня стоят там где-то в моем ближайшем, надеюсь, будущем. Вот. Но какие-то уже цели, свои желания я достигла. Давайте два последних вопроса. Ну... От Ирины вопрос. Костя. Кто стал решающим звеном при выборе будущей профессии? Что заставило тебя оконуться в мир актерского мастерства и шоу-бизнеса? Возможно, какой-то кумир, актер или решение родителей, что-то еще. В мир шоу-бизнеса я не собираюсь, сразу отрезаю на вопрос. А вот что заставило меня в актерскую профессию оконуться? Ну вот начну тоже с самого детства. Я вспомню вот в садике, я помню свою первую роль. Колобок! Да, то есть я помню себя все время на сцене. Абсолютно все время. Садик, школа, лагерь. Постоянно на сцене, постоянно что-то делаю. Но лиски таких «вот я буду артист» не было до определенного момента. Потом я поступал в музыкальную школу. Я поступал в оркестре народных инструментов. Играл на баяне, у нас были гастроли, мы ездили. То есть постоянно на сцене. Потом в девятом классе мама мне сказала «Все, тебе надо поступать на актера в наше демократовское театральное училище». Я тогда так это воспринимал. Я еще футболом занимался, мне как-то хотелось быть футболистом. Я приехал в театральное училище в наше, ну так, спросить, когда там что готовить. Но мне сказали «Все, уже экзамены сданы, не успел». Я поступил в техникум после девятого класса и попал в КВН. Опять-таки я выступал на сцене, я играл в КВН четыре года профессионально. И вот когда я заканчивал техникум, я понимал, что все, я в техникуме был в сцене, в студительском театре, мы там выступали. То есть я там не учился, я по сути там только выступал. Я понял, что надо пробовать себя более профессионально. И узнал, что в Киеве есть замечательное заведение чебное театральное имени Карпенко Карлова. Я приехал, попробовал сюда. Поступил и вот с тех пор профессионально занимаюсь актерским мастерством. И получается, что мама все-таки была тем человеком, который повлиял на мою судьбу. Анастасия, вопрос для Иры. Привет вам из Керчи. Есть вопрос к Иришке. «После окончания шоу, если даже не займешь преддовое место, отсутствует фу, конечно. Приедешь ли ты в гости в Керчь и можно ли будет с тобой встретиться?» Настя. Я так скучаю по своему родному городу, вы себе не представляете. Естественно, я думаю, что у меня, не знаю, как до Нового года, но думаю, что после Нового года у меня будет возможность съездить домой. Тем более, у меня там живут родители. И я достаточно, ну, не достаточно, ну, бываю. Раз в год так точно дома бываю. Но я думаю, что вот после Нового года я буду и со мной вполне реально встретиться. «А как, через сайт? Заговариваться?» «Да, можно...» «Ну, это хорошо будет, Санкт-Петербург». «Ну, это просто всегда, извините». «Кости». «Я думаю, что да, через сайт можно со мной как-то...» «А из Днеприкторовска никаких вопросов нет?» «Ну, не знаю, у нас тут просто...» «Жаль». «Ник и все, и вопросы». «Хорошо, время наше и стекло, кто...» «И политических не были вопросов?» «Нет, они все приглашают в контакт, приходите к нам в нашу группу в контакт, мы вас любим». «Мы вас тоже все очень-очень любим, сейчас очень много вопросов о социальных сетях. Кстати, о социальных сетях вы есть в контакте?» «Конечно». «Да, но мне сказали, что меня теперь там много». «Но я просто...» «У меня на самом деле другое имя в контакте...» «Ну, точнее, не другое, это мое имя». «Вот я теперь не знаю». «Не говори, да что...» «Сейчас создают все...» «На самом деле, да, лучше каких-то проверенных людей...» «Вот на сайте...» «Ну, живое общение не заменит никакого интернета». «Мне там понравился вопрос про фонограмму, кто ты там спрашивал?» «Ну, я не знаю, мне еще, конечно же, нравится, мне так приятно». «А как это девочка звали?» «Модель?» «Да». «Кем тут записали?» «Ксения», «София». «Рина, по-моему». «Да?» «Это Рина девочка звала». «Это был голос по Покаженниковой». «Сейчас он будет в твоем эфире». «Да мы сходим с вами, по-другому». «Хорошо. Вопросы о модели, да?» «Да». «Рина, да, девочка?» «Ну, сейчас мы найдем...» «Мне очень понравился...» «Тоже я не записал имени...» «Ну, это как большая роль в маленьком театре или маленькая роль в кино». «Это очень хороший вопрос». «И, конечно же, Александр о мюзикле задавал вопрос, сниму ли я мюзикл?» «Тоже хороший». «А может быть, страна не того?» «Вопрос задавал». «Нет, по-моему, это девочка...» «Да, ну тогда маленькая роль в большом кино или большая роль в театре». «Окей». «Решающие слова для наших читателей». «Зрителей, да?» «Да, зрителей». Я хочу всем пожелать в первую очередь улыбок, всегда хорошего настроения, всегда двигаться вперед, никогда не останавливаться. И самое-самое главное это здоровье, все остальное можно купить. Ну тогда я пожелаю денег, чтобы можно было купить, чтобы не хватит здоровья. Я хочу сказать спасибо за внимание, за то, что вы нас читаете, смотрите, любите, мы вас тоже любим за это очень. Спасибо вам большое, здоровья, вам удачи, с наступающим Новым годом, можно это в принципе сказать. Вдруг просто не будет возможности больше. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое.